Продолжаем отвечать на ваши вопросы на библейском портале «Экзегет» и вопрос следующий – о страхе на войне. Вот часто задают вопрос, страшно ли на войне и можно ли достичь бесстрашия. Вы знаете, не буду оригинален, если скажу, что страх есть всегда. И более того, скажу, что страх смерти – это спасительный страх, и он от Бога. Почему? А потому что вообще бояться смерти нам свойственно по одной простой причине. «Господь сотворил человека для вечной жизни, и Адам с Евой не должны были умирать, и никто не должен был умирать. Но Адам с Евой согрешили, и пришла смерть, и которую предупреждал Господь». Смерть души прежде всего, потому что убийство порождает смерть души, и любое нарушение заповеди, оно тоже ведет к омертвлению души. Она становится черствой, окамененной, наступает бесчувствие. А если дальше продолжать, то отчаяние, уныние, и даже самоубийство. Так вот, страх смерти – он спасительный страх. Он побуждает человека стремиться сохранить свою жизнь. Но мы знаем ведь и другое, что страх смерти может привести человека к тому, что он предаст, оставит поле боя, а то и предаст своих друзей ради своей жизни. И вот этот страх – это уже страх смерти не от Бога, а от дьявола. И вообще более скажу, что надо помнить, что вообще-то все страхи, кроме вот этого страха смерти, спасительного страха смерти, богоугодного страха, страха Божьего, если хотите, все остальные страхи – они от бесов. Они раскручивают в нас вот эти всякие разные страхи. Для понимания приведу простой пример. Любая мама беспокоится о своем малом дитя, который там пошел гулять на улицу. Это нормальное беспокойство, волнение за ребенка своего. Но ведь эту тревогу можно раскрутить до безумного страха, да? Когда мама будет видеть в каждом шаге своего ребенка неминуемую смерть. Это уже фобия. И это уже богопротивное и дьяволу угодное дело. Поэтому вот я бы просил вас обратить на это внимание и помнить, что страхи, именно страхи, которые нас начинают охватывать, они дьяволу угодное дело. И вот на войне только ненормальный человек не может бояться. И поднимаясь в атаку, вы знаете, конечно, страшно. Конечно, страшно, когда рядом втыкаются пули, когда над ухом свистит пуля. Вот когда ты понимаешь, что такое чувствуешь своим всем нутром, что такое, что стоит за выражением воздух, наполненный свинцом. Я служил авиановодчиком в Афганистане, и знаете, первая задача противника, когда в воздухе появляются вертолеты, это убить авиационного наводчика, потому что он наводит на противника. А именно тебе в этот момент, когда по тебе открывает огонь, ты должен высунуться и посмотреть, откуда стреляют, и подсказать летчику. Это очень сложно, особенно первый раз. Такое ощущение, когда ты высуешь голову, что все пули летят тебе прямо в лоб, и твоя черепная коробка расколется на несколько мелких частей. Но ты этот страх должен преодолеть. Ты обязан его преодолеть. И что же тебя мотивирует на то, чтобы ты, вопреки страху смерти, угрозе своей жизни, все-таки высунул голову из-за камней и посмотрел, и навел авиацию ради спасения своих товарищей, которые рядом с тобой, и они надеются на тебя, что ты огнем авиации подавишь огневые точки противника. Иначе смерть всем. И вот здесь как раз и работает тот глубинное чувства, в котором в каждом из нас есть. В каждом, я подчеркиваю. Это та заповедь, тот нравственный закон, который в нас вложен Творцом нашим. Это нет больше той любви, чем жизнь отдать за други своя. И тобой движет уже не чувство страха, а чувство любви к ближнему. Именно только оно помогает преодолеть любой страх. Не какое-то абстрактное чувство долга, что ты должен выполнить задачу. Нет. И это твоя любовь к твоим товарищам, которые рядом. Ты ради них рискуешь своей жизнью. Именно в них, в этих солдатах, которые с тобой рядом, в офицерах, и заключается весь смысл слова «родина». Это те родные тебе люди. И в данный момент они и самые родные для тебя. Ты вместе с ними, ты в бою. Поэтому бояться смерти, вообще-то, я вам скажу, не надо. Знаете почему? Давно подмечено, на войне погибают лучшие. Вопрос, почему так? Они же вроде бы лучшие, должны жить и дальше. А Господь прибирает к себе вот этих лучших, потому что они выполнили свою миссию на земле. Они отдали жизнь за други своя. Вот у нас около тысячи героев Российской Федерации удостоены звания Героя Российской Федерации. И более половины из них посмертно. А что такое подвиг на войне? Подвиг – это когда ты в условиях смертельного риска совершаешь какой-то поступок ради ближних, ради их спасения. И этот поступок всегда осознанный. Это не то, что там эмоция мелькнула, и ты там что-то сделал такое рисковое. Нет, это, как правило, человек оценивает создавшуюся ситуацию и, понимая, что, скорее всего, гибель неизбежна, принимает решение рисковать своей жизнью, вплоть до того, чтобы ее отдать ради своих товарищей. Это всегда осознанный поступок. И вот на смерть идет человек, презирая смерть. И что им опять движет? То, что я уже и сказал – любовь к своим товарищам. Уж тем более, раз ты погиб за други своя и исполнил заповедь Божию, значит, Господь тебя куда заберет? Конечно же, в рай. А что есть рай? Рай – это когда ты находишься в счастье. У меня была клиническая смерть. После ранения я трижды уходил на тот свет, меня трижды оттуда доставали. Я об этом, правда, узнал спустя три года. И была моя встреча и с Богом, который есть свет. И вот с этим светом, как говорят в народе в конце тоннеля, когда-то я встретился. И что я испытал? Я тогда еще не знал заповеди, вернее, слов Божьих, что «Прибудьте во мне, и я в вас, и радость моя в вас прибудет, и радость ваша будет совершенна, и возрадуется сердце вашей, и радости вашей никто не отнимет у вас». Вот я испытал тогда такую огромную радость. Покой, тишину, мир в душе, отсутствие боли, отсутствие каких-либо волнений, теплоту и огромную радость. Поэтому за тех, кто погиб на войне, может быть, это покажется таким парадоксальным моим заявлением, но не надо скорбеть о них, о тех, кто отдал жизнь, защищая и выполняя интересы своей Родины, потому что они с Богом. А это, если так можно выразить, место, где нет никаких скорбей, есть только радость. Только радость и ничего, кроме радости. Поэтому за них надо порадоваться. Вот если я в 82-м году скорбел о гибели своего отца, то я сейчас радуюсь, он точно на небесах с Богом, потому что он погиб, спасая других. Из семи человек только он отдал свою жизнь, но шесть были спасены. Поэтому, друзья мои, не надо бояться смерти, надо бояться быть предателем, быть бесчестным человеком, бездушным человеком, безумным человеком, отвергающим Бога. Вот этого надо бояться. И врага не надо бояться, потому что если Господь с нами, то победа и будет за нами. Вся история библейская, ветхозаветная об этом говорит. Да и современность подтверждает, что если мы с Богом, то победа будет за нами. Поэтому не бойтесь ничего, преодолевайте страх, не впускайте его никогда в себя, не давайте ему вас охватить. Молитесь ко Господу, он поможет, и страх уйдет, потому что все страхи от бесов. Спасибо. Продолжение следует... Продолжение следует...